Слово орнамент в переводе с латинского означает украшение. Орнаментом называют узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. Для чего нам нужны узоры и орнаменты? Орнамент используется для оформления практически всего, что создано человеком, будь то предметы быта или архитектурные сооружения. Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия, коллекции замысловатых узоров разных народов и эпох. Наш сегодняшний урок будет посвящен очень интересному и необычному миру орнамента. Происхождение орнамента относится к временам глубокой древности. В те времена, когда человек выделил себя из окружающего его мира и начал изготавливать орудия труда и предметы быта. Самые ранние орнаментальные изображения были найдены при археологических раскопках на осколках керамики. Со временем узоры развивались, усложнялись. Каждый народ имеет свой неповторимый орнамент. Источником для создания узоров стала для человека природа. Любой из природы, человек заметил в ней множество необычных форм, листья различных растений, узоры на крыльях бабочек и птиц. Различают следующие виды орнаментов. Геометрический орнамент состоит из точек, линий, прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчатопересекающихся и фигур, кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и других. Растительный орнамент состоит из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток. Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных и или фантастических животных. Антропоморфный орнамент в качестве мотивов используют мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека. Орнамент — это выражение и воплощение ритма. Ритм — повторение одних и тех же рисунков мотивов. Ритм организует движения в орнаменте. Переходы от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторение одних и тех же форм через равные или разные интервалы. Орнамент состоит из отдельных, обычно повторяющихся мотивов. Мотив — часть орнамента, его главный образующий элемент. При составлении мотивов в композицию создается художественный образ орнамента. Орнаментальные композиции, в которых мотив повторяется через одинаковые интервалы, называются рапортными. В орнаментах древнего Египта наибольшее распространение получили растительные мотивы. Среди них особенно часто встречались листья и цветы лотоса. Использовали египтяне и геометрический орнамент. Прямые, ломанные, волнообразные линии, шашечный узор, сетки, точки и другие. В целом же египетский декор обладает строгой, утонченной сдержанностью. Самым распространенным орнаментом в Греции был меандр. Меандр — бордюр, составленный из прямых непрерывных линий, образующих между собой прямые углы. В меандре древние греки видели глубокий магический смысл. Как река течет бесконечно, так и извилистая линия длится непрерывно, отражая течение человеческой жизни. Меандр — символ вечности. Индийский орнамент невозможно спутать с орнаментом другой страны. Его отличают изящество рисунка, точность в исполнении и полет фантазии. Популярная тема в орнаменте — это мир природы и животных. Нигде орнаментальное искусство не достигло такого расцвета и совершенства, как на мусульманском Востоке. Для него характерно сочетание геометрических и растительных мотивов, так как Кораном было запрещено изображение людей и животных. Практически все восточноизобразительное искусство — это орнамент. Восточный орнамент обладает большим разнообразием цвета, форм и глубоким содержанием знаков и символов, составляющих узор. Арабеска — это орнамент, появившийся в Средние века на территории Исламского Востока. В причудливых переплетениях узора гармонично связываются сакральность, математика и искусство. Такими узорами покрывали стены и свод мечетей. Их выплетали в процессе ткачества ковров, размещали на ювелирных изделиях и керамической посуде. Арабеска, достигнув расцвета на Востоке, покорила и Европу. В Древней Руси орнамент назывался узорочьим, от слова «узор». Орнамент на Руси имел обереговую функцию. Также народная одежда могла много рассказать о своем владельце. Откуда он родом, какого возраста, по какому случаю так одет. Для русского орнамента характерны как геометрические и растительные формы, так и изображения птиц, зверей, фантастических животных и человеческих фигур. Как и любой другой, орнамент в русском стиле имеет свои правила и особенности. Составление декоративной композиции выстраивается по принципу чередования. Важен отбор символов по смыслу. Особое место занимает выбор цветовой гаммы. Русский орнамент чрезвычайно разнообразен и наполнен глубоким смыслом. Язык символов предков передавал свое отношение к природе. Свои понятия о мире человек выражал условными знаками. Прямая горизонтальная линия обозначала землю. Волнистая горизонтальная – воду. Вертикальная линия превращалась в дождь. Огонь, солнце изображались крестом. Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор. Русский орнамент по праву называется одним из самых интересных явлений в мировой художественной культуре. Он представляет собой уникальный мир художественных образов. Орнаменты с давних времен использовались людьми для украшения одежды, посуды, жилищ и храмов. Орнамент окружает нас везде и повсюду. В настоящее время орнамент достаточно популярен в современном искусстве и дизайне. И используется большое разнообразие геометрических, растительных, животных, технических, предметных, архитектурных и пейзажных мотивов. Придумываются новые узоры и в то же время не теряют своей актуальности народной мотивы.